В эфире Собчак живьём. Сегодня у нас отец Андрей Кураев. Мы продолжаем разговор. Разговор у нас такой сложный, как мне кажется, но очень важный. Я вот в продолжении того, о чём мы говорили... Я сказал тезис, что игумена Тимофея на Гелендвагеле не существует. Потому что, знаете, в некотором смысле я завидую этому Тимофею. Человек в середине своей жизни, и он получил такую СМС-ку от Бога. Остановись, что-то в твоей жизни не так. И это возможность поменяться. Он умный человек, я думаю, он это понял. И за эти полгода, которые прошло, я думаю, что что-то в нём происходило. У меня нет связи с ним, да? Ой, отец Андрей, вы странные вещи говорите. Знаете, если бы это был Андрей Малахов на Гелендвагене, получивший СМС-ку от Бога, или даже сын какого-то чиновника, или бизнесмен, я бы это поняла. Но просто, мне кажется, поздновато для человека уже в Сане священника получать СМС-ку от Бога. Но как-то, если ты уже пришёл в церковь, люди ждут, что ты взял уже на себя какой-то такой моральный уровень. Да, да, да. Но в христианстве есть договор о пластичности человеческой души. Пластичности человеческой души. Пластичность. Человек не зафиксирован в своём настоящем моменте. И бывают сложные человеческие судьбы. Да, когда, скажем, пришёл мальчик в семинарию, он горел и так далее, стал священником или монахом, а потом какое-то обвыкание, выгорание, да? И затем что-то происходит через годы, да? И вдруг эта копоть, она стряхивается. Может быть, при условиях настоящих. Хорошо. А почему же такую же СМС-ку от Бога не получили Толоконникова и Алёхина? Почему пластичности души не хватило на то, чтобы у них была не двушечка, а как у игумена Тимофея, просто отобрали права и дали условное какое-то наказание? А я не знаю. А может быть, простите, опять, это люди не знакомы мне лично, поэтому говорить о том, что у них в душе. Может быть, и они тоже меняются. Наверняка меняются. Нет, но мы же судим по происходящему в реальном мире. А в реальном мире один получает лишение прав, а другие сидят два года в тюрьме. Это же не как-то несправедливо, мне кажется. Это уже вопрос не ко мне, раздачи сроков. Я всячески уклонялся и тогда весной от того, чтобы мечтать, какое бы наказание придумать для этих девушек. Но точно так же я не хочу мечтать о том, как наказать отца Тимофея. Просто, знаете... Я выражаю свою надежду, я надеюсь, что не только радуется тому, что ему удалось уйти от гражданского суда, без срока и так далее. Надеюсь, это понятное чувство. Но я просто очень надеюсь, что кроме этого чувства и этой мысли, я надеюсь, что в нем есть и другие вещи. Может быть, однажды вам удастся пригласить его и разговорить. — Скажите, а чернение церкви происходит сейчас в современной России? — В современной России настолько многолик. Есть такое количество... — Происходит или нет? — В ряде изданий, на ряде сайтов, несомненно. — А зачем? Это кому-то выгодно или это просто такое настроение общества, когда люди ни во что не верят, пытаются разрушить все ценности? — Мотивы очень разные, потому что мы говорим, что очень разные люди. У них могут быть разные мотивы. — Но в основном как вы это воспринимаете? — Во-первых, есть секты, для которых, конечно, очень важно поднять себя и представить себя, продать свой товар на фоне уничижения конкурента. Есть сатанисты, есть какие-то воинствующие атеисты, убежденные. Есть люди, которые просто вообще против любого морализаторства. То есть вот не трогайте меня, я живу как хочу. — Но ведь в основном, если мы говорим о широкой общественности, люди осуждают именно, как им кажется, срастание церкви с государством. И мне кажется, что большое количество даже верующих людей ждут, может быть, изнутри церкви такого человека, который выступит вот против этого сращивания, признает его и выступит против. И, может быть, вы и можете стать таким человеком, который, например, внесет раскол. — Не-не-не, вы знаете, моя мечта... — Внутри русской православии. — Нет, не правда. Такой человек есть, и это патриарх Кирилл. Он неоднократно говорил о том, что он не желал бы, чтобы церковь стала государственной. — У нас, собственно, да? — А вот чего мне хотелось... — Нет, подождите, обвинять его в лицемерии, там, и так далее. Нет. Знаете, вот чего бы мне хотелось. Мне бы хотелось, чтобы собралось два форума. Серьезных, авторитетных. С одной стороны, церковно-общественной, с другой стороны, секулярно-общественной. И на этом форуме не друг другу в лицо, а вот просто, понимаете, вот оба этих форума помечтали бы вслух. Вот Россия, в которой мы хотели бы жить. Предположим, что, скажем, православный форум собирается, и вот мы исходим из того, что мы в неком таком политическом вакууме, и любые наши желания и мечты, они через полгода воплотят свою жизнь, предположим. И вот мы мечтаем вслух, чего мы хотим, что должно быть, по нашему мнению, в школе, что на телевидении, что в книгоиздательстве, в театре, в кино и так далее, и тому подобное. На улицах городов и сел наших. И затем эту мечту публикуем. Ну, и тогда всем будет так, с кем имеем дело. Аналогичный форум, скажем, атеистов собирается, или там либералов, как хотите назовите, и они мечтают, а если наоборот, вот мы в аналогичных условиях, то, смотрите, по канту, максима твоей воли становится вот законом для всей Вселенной. И они тоже мечтают. Ну, атеисты и либералы, это не всегда. Естественно, естественно, да. Вот эти, ну, хорошо, атеисты назовем, а они говорят, а вот мы считаем, что свобода совести должна быть вот в таких рамках. Свобода совести или религиозных, мы такое-то гетто оставляем. Что они могут? Пусть в храм не вмешиваемся, за пределами храма, что мы позволяем религиозным людям? Да, кто-то скажет, даже там крестик нельзя будет носить на улице, там, или кресты, чтобы знаки людей не было. Смотрите, Андрей, но ведь не об этом же идет речь. Ведь общество на протяжении, там, последнего десятилетия никогда не было такого взрыва возмущений, как сейчас. Это же не связано с правами верующих. Это связано с тем, что вдруг верующих, даже скорее не верующих, а ряженых, стали использовать против этой либеральной общественности. Какие-то появились казаки, какие-то православные дружины. То есть это, мне кажется, порочит церковь, опять же, это мое личное мнение, но мне кажется, что это порочит церковь гораздо больше, чем, собственно, какое-то невмешательство и отсутствие критики вот этих действий. Может быть, это кампания по очернению церкви вот таким образом, через православные дружины? С этими дружинами тут есть какая-то неясность принципиально. Вот у меня она тоже есть. Потому что одно дело, если бы сказали, что казаки охраняют Данилов монастырь. Но это есть, уже 20 лет после убийства Оптиной пустыни они это делают. Слушайте, они делают, но их никто не показывал по федеральным каналам, их никто не слышал. Сейчас они вдруг появились. Да, никому это не мешает. Если это такой вариант, да пожалуйста. А вот другое дело, вот новость из Лондона. Там по некоторым мусульманским миграционным районам, Лондона, стали ходить шариатские патрули, которые стали приставать к англичанкам, живущим там, не мусульманкам, требуя, чтобы у них был мусульманский дресс-код, или чтобы там кто-то не пил пиво на улице и так далее. То есть если, и вот у людей, вот из-за этого возникает путаница. Какой тип патруля предлагается-то? А я вам могу сказать, какой тип патруля? Есть версии, я хотела бы, чтобы вы высказались, согласны вы с ней или нет, согласно которой, вы, конечно, знаете, что Владислав Юрьевич Сурков теперь занимается как раз вопросами религии и церкви. Есть такая теория, что, собственно, наоборот, раздувание до полного фарса всех дел, связанных с игуменами на Глинтвагенах, православной дружины, казаки и прочее, что это специальное раздувание вот этих вот странных, абсурдных историй, чтобы отвлечь внимание от Путина. Что пусть лучше уж либеральной общественности мы на съедение дадим православие и РПЦ, чем Путин. И что это такая вот иезуитская политика. Не знаю, Сурков это или нет, но мне кажется, это достаточно себе правдоподобно. То есть, ну, я другой пример обычно привожу. Вот в японских кампаниях говорят, надо ставиться надувное чучело начальника, и если хочешь побить его, пожалуйста, занимайся этим в обидный перерыв. То есть патриарх стал надувным чучелом начальника? То есть, мне кажется, вот в политическом таком использовании для определенных людей, да, это вот отвод туда вот такого потока социально-политической агрессии. А зачем патриарх играет роль чучела Путина? Нет, патриарх это не играет. Патриарх же не брал на себя эту роль. Ну и мы ее так вот одели сверху. Он же осознает это или нет? Ну, понимаете, если в интернете кому-то приклеивают какую-то кличку, то не виноват тот, кому эту кличку дали. Поэтому это не вина патриарха. Но если вы это осознаете и говорите о том, что такая версия кажется вам правдоподобной, неужели патриарх Кирилл не осознает, что это может быть так? Ну, я не могу за патриарха думать, я за него отвечаю, простите. То есть, представлять, какие у него мысли. То есть, сокровенных бесед у меня на эту тему не было. Публично он об этом не размышлял. Но если это политическая такая версия событий, происходящих с РПЦ за последний год, кажется вам правдоподобной, как можно с этим бороться? Каким образом можно уходить от этих фарсовых форм? Может быть, тогда РПЦ следует официально как-то откреститься от этих православных дружин, от маяк православия или смерть на байкерах? От всего вот этого, то, что называется современными людьми, простите, мракобесия? По моей информации, Патриарх уже довольно жестко прошелся по тем некоторым своим подчиненным, которые вот этих активистов, типа НТО, пробовали поднять на щит. А почему по самому НТО он не прошелся? Я думаю, что одному бы звонок... Не много ли чести? Ну, не знаю, мне кажется, один звонок Чаплина, НТО, со словами, вот Патриарх просил тебе передать успокоиться, было бы достаточно. Много чести, да. Хорошо, ну вот смотрите, вы говорите, что... Как из этого выйти? Ну, ответ понятен, да. Какая-то нужна радикальная смена повестки дня, чтобы церковь иначе бы обсуждалась и с иными событиями. Вот какие эти иные события? Ну, ну, смотрите, скажем, из таких вот событий последнего дня, это для меня, признаюсь, неожиданность, очень добрая неожиданность, то, что Владимир Иванович Легон, глава синодального отдела информационного, выступил в защиту 31-й онкологической больницы Петербурга. Ну, вы выступили в Санкт-Петербурге, я как раз хотел это сказать. Ну, я еще одно время это сделал, я не знал о его выступлении, поэтому даже, более того, что понимая, что я не имею права представлять церковь в этом вопросе, как в других, я поэтому немножко поюродствовал. Я вышел на сцену в пальто, затем это пальто вернул наизнанку, как с Комарохи или вроде бы, и говорю, вот, тем самым покажу, что это моя личная позиция, но я прошу, моя личная просьба, Петербург защити своих детей и сохрани свою больницу. А почему это не было сделано на уровне патриарха? Мне кажется, если бы он официально, патриарх Кирилл с этим выступил, это же бы как раз создало такой совершенно другой информационный повод. Ну, опять, я не могу за патриарха решать, но выступление Лигуида было на официальном сайте Петриархии и тут же опубликовано. Смотрите, как тогда быть с другого рода заявлением? Вот вы говорите, что по поводу православных дружин уже были достаточно жесткие высказывания официальных людей из РПЦ. Ну, они были внутренние. Да, но вот буквально недавно отец Дмитрий Смирнов, тоже фигура вполне себе официальная, высказался за то, чтобы людей без детей штрафовали и обкладывали налогами. Там целая специальная схема, то есть налоги для тех, у кого нет детей, штрафы для тех, кто не состоит в официальном браке, а живет в гражданском. Там система штрафов по доказательству ДНК, в общем, там, черт, простите, ногу сломит, извините за каламбур. Но суть его предложения заключается в том, что люди, которые не имеют детей, должны облагаться каким-то налогом. Вы вот с этим, с этой позиции согласны? Может быть, вы более развернутую версию цитируете. То, что я читал в российской газете у отца Дмитрия, вызвало мое полное согласие. То есть речь идет о людях с определенным возрастным цензом, скажем, после 30 лет, определенным имущественным цензом, то есть доход выше 100 тысяч рублей в месяц. Вот эти люди, им предлагается форма социальной солидарности. Но не только ради себя живите. Он предложил как обязательная налога? Да, для таких людей, да, да. То есть живи не только для себя. То есть вы считаете, что это правильно? Мне кажется, да. Смотрите, ведь получается, если я просто плачу налог, я отдаю его, не знаю кому, не знаю на что. А здесь хотя бы капельку своего налога, я понимаю, что вот ее я адресую туда. А если бы еще, это было бы не просто налогом в общую копилку, а если бы это был бы отдельный фонд, который только этим бы занимался, чтобы потом помогать детским домам, многодетным семьям. Но вам не кажется, что это какая-то дискриминация по принципу деторождения? То есть я бы поняла, честно говоря, если бы отец Смирнов выступил даже с какой-то политической точки зрения, говоря о том, что в принципе нужно повысить налоги. Эта позиция, она имеет право на существование. Но нельзя получать налоги для многодетных семей. Нет, но почему люди, то есть получается, что вы... Ну хорошо, давайте сделаем так, объявим этот налог всеобщим, а потом ставим длинный перечень, кто его не платит. Нет, но это же то же самое. Мы же сейчас говорим не об этом. Я пытаюсь с христианской точки зрения на это посмотреть. Тогда это вот у льготы для молодых. Мне казалось, опять же, я в этом, вы знаете, гораздо больше, чем я. Мне казалось, что рождение ребенка, и в том числе по Библии, это всегда какой-то такой акт любви, акт желания этого ребенка. И только дети, рожденные в любви и в желании иметь этого ребенка, и становятся, ну вот, таким подарком судьбы. Получается, когда косвенно, через такой налог, вы принуждаете людей к деторождению, многие... Дополно. Ну как, ну многие, то есть, по сути дела, это... Уверяю вас, человек из-за этого налога не будет идти этим путем. С доходом до еще 100 тысяч рублей и так далее. У нас, с одной стороны, уже есть материнский капитал, который призван поощрять деторождение через вот то, что вы будете получать определенные деньги. Теперь еще и люди, которые не имеют детей, допустим, они недостаточно обеспечены, но по каким-то причинам они бездетны, например. Или тратят все свои деньги на, наоборот, лечение от бесплодия, чтобы забеременеть. Или не хотят иметь детей, это их принципиальная позиция. Почему эти люди... У человека с доходом 100 тысяч рублей не произойдет никакого жизненного кризиса пересмотра из-за того, что тысячу рублей он будет передавать в этот год. Вам не кажется, что это ущемление как раз прав человека и свободы выбора? Это помощь в том, чтобы он стал человеком. Господи, отец Андрея, мне кажется, что просто я думала, что Смирнову не давали покоя лично мои миллионы, а теперь я понимаю, что он не один такой. Реклама на телеканале «Дождь». Реклама на телеканале «Дождь».